Десять часов воскресного утра, подведем итоги уходящей недели. С вами Светлана Дейнека. Здравствуйте. Телефон прямой линии в студии 63 97 17. Если захочется обсудить какую-то из тем, звоните, а в программе расскажем. Светофорное хозяйство Архангельска подлежит переоснащению. Цель – получить возможность управлять работой сигнальных устройств в реальном времени. И все ради борьбы с пробками и авариями. Пример мирного сотрудничества и природоохранной работы в Арктике, о которых Сергей Лавров говорил на Арктическом совете на Аляске, показывает Архангельская область. Два дня осталось до празднования векового юбилея областной газеты «Правда Севера». Разночтений быть не может. Главный летописец истории жизни региона разменял лишь первые свои сто лет. Альтернативный детский отдых. Укреплять тело, интеллект и дух наших детей можно и на летних каникулах. Советы от эксперта Юлии Бессоновой. Но сначала топ самых свежих новостей российского и мирового значения. Накануне, на открытии международного форума «Один пояс – один путь» в Китае, российский президент Владимир Путин отметил, что модели экономического развития, сформировавшиеся в 20 веке, себя исчерпали. И что концепция социального государства сегодня не только не способна обеспечить устойчивый рост благосостояния, но порой и удерживать его на прежнем уровне. На Евровидении, которое в этом году принимала Украина, победил исполнитель из Португалии, Сальвадор Сабрал. Он считает, что музыка – это не фейерверк, музыка – это чувство, поэтому давайте попытаемся вернуть музыку. И сборная России разгромила Словакию на чемпионате мира по хоккею и вышла в плей-офф. Болельщики довольны. А теперь к нам в Архангельский регион. На уходящей неделе в Архангельске официально стартовал сезон «Белых ночей». Конечно, это заявление условное, поскольку связано прежде всего с тем, что в столице региона отключили уличное освещение. Такие же решения уже состоялись или будут приняты с разницей в несколько дней во всех остальных городах и районах области. Все логично. Зачем переводить энергоресурсы, когда на улице почти круглосуточно светло? Белые ночи в нашем регионе, можно сказать, одна из достопримечательностей, привлекающая летом туристов. Хотя столица «Белых ночей» считает все-таки Санкт-Петербург. За что жители города на Неве и получают от недоброжелателей и завистников на интернет-просторах. Им угрожают ожирением, сокращением продолжительности жизни, нервными срывами и бог знает чем еще. В результате петербуржцы вынуждены защищаться и призывают на помощь ученых. Например, на сайте правительственного издания «Петербургский дневник» приводится интервью кандидата медицинских наук, председателя научного совета российского общества сомнологов, члена правления российского общества исследователей сновидений Михаила Полоэктова, в котором эксперт утверждает, что пока не существует медицинских исследований, которые бы доказали, что белые ночи действительно негативно влияют на здоровье человека. Не исключено, что обвинения белых ночей в негативном влиянии на здоровье человека связаны с попыткой заинтересованных структур перенаправить турпотоки с северо-запада по другим направлениям. Например, в те регионы, где круглый год светлый день сменяется темной ночью. Ведь Санкт-Петербург на протяжении последних лет остается в числе лидеров по количеству гостей – соотечественников и иностранцев, которых принимает именно в сезон белых ночей. Кстати, Архангельская область тоже набирает обороты в этой сфере. Туристы к нам едут, и белые ночи им нравятся. А вот постоянные жители Архангельска в большинстве своем это природное явление просто не замечают. Те же, у которых все-таки есть эмоции по этому поводу, высказывают их со знаком плюс. Мне очень нравится. Мы только что приехали с темных ночей, там некомфортно. Я привыкла к белым ночам. Спать меньше хочется, утром легче встается. И вообще настроение приподнятое, если бы еще потеплее было. Когда белые ночи, мне даже в 11 часов не хочется спать. И я все время думаю, что уже не так поздно. И мой организм как-то подстраивается под количество света. Нравится. Нравится, что очень долго не темнеет. Нравится, что можно подольше погулять. И вообще кажется, что почти нет ночи. Ну, светлее, интереснее. А летом вообще здорово. Время, когда уличное освещение будет отключено, коммунальные службы должны провести энергично. В прокладке новых линий, ремонте старых, замене плафонов. Именно этого мы от них ждем. Другая заветная мечта жителей городов, уже не только миллионников, но и районных и областных центров – не стоять в пробках. Автомобильные заторы стали частью жизни архангелогородцев, что вполне объяснимо. На тысячу гаражам, в том числе владенцев и стариков, сегодня приходится 300 легковых авто. И все они с наступлением лета выезжают на дороги, которые, как помню, строились более скромно и с точки зрения потребления в советские времена. И не были рассчитаны на потоки транспорта. Понимание причин пробок, впрочем, нисколько не улучшает отношение автовладельцев к самой проблеме. Людям важно знать, что город предпринимает для ее решения. Порадуем. В этом году столица Поморья перейдет на централизованное дистанционное управление светофорами. Что это даст всем нам, выяснила Олеся Кокина. Система управления дорожной обстановкой сейчас необходима любому городу. У наших северных соседей – Норвегии, Швеции и Финляндии – они работают не один десяток лет. Современные технологии позволяют управлять дорожным движением буквально в режиме онлайн. Из единого центра такое в Архангельске появится к концу года. Мы можем подключить к системе порядка 15 светофорных объектов. Для подключения остальных потребуется предварительная модернизация светофоров с заменой контроллеров управления. Уже к концу года мы получим возможность дистанционного управления подключенными светофорными объектами и контроля за их техничным состоянием. Всего в Архангельске 93 светофорных объекта. На первом этапе перехода к единой системе организации дорожного движения «Горсвет» приобретет специальное программное обеспечение, которое позволит дистанционно регулировать фазы светофорных сигналов. То есть в часы пиковых нагрузок создавать зеленые коридоры там, где обычно случаются дорожные заторы, регулируя таким образом интенсивность движения. Сейчас изменения вносят в ручном режиме. Каждый контроллер перепрограммируют отдельно. Наладчик Константин Третьяков уверен, новая система в Архангельске приживется. Они в системе, завязанной между собой, с центральным пультом управления, уже позволяют оперативно изменять направление потоков, увеличивать время и в некоторых случаях даже скорость. Такие корректировки необходимы для того, чтобы настраивать светофоры, исходя из интенсивности транспортного потока и аварийности перекрестков. К примеру, в Архангельске самыми опасными считаются перекресток Маймаксанского шоссе и улицы Мостовой, обводного канала Иурицкого, Воскресенской и Тиме, и вот этот перекресток Третьского проспекта с улицы Поморской. У автовладельцев, кстати, свои претензии и предложения к организации дорожного движения. Чем больше светофоров, тем меньше аварий. Нет, светофоры желательно помыть бы для начала, потому что многие светофоры грязные, и сейчас, когда солнце светит, не видно просто, какой цвет горит. В районе пересечения улицы Кронштадтской и Ломоносова там большое движение пешеходов. Значит, я думаю, что там тоже, наверное, или надо запретить пешеходный переход, или поставить светофор. В крупных российских городах дорожной обстановкой управляют централизованно. К примеру, в Москве из таких диспетчерских контролируют не только светофоры, но и общественный транспорт. Подобные решения в своей комплексной транспортной стратегии предлагала несколько лет назад и дорожный эксперт Елена Сваткова. Она уверена, что при существующей нагрузке и растущей автомобилизации населения, утренние и вечерние пробки в будни станут обыденным явлением быстрее, чем мы можем себе представить. А значит, потребуются новые решения для эффективного управления дорожной ситуацией. Самая система продвинутая, пожалуй, это система, которая замыкается на центральный пункт управления, когда каждый светофор включен в его состав, в его комплектовку инфракрасный датчик, который чувствует теплый металл автомобиля. Оснащение одного светофора устройствами, чувствительными к инфракрасному излучению или всепогодными веб-камерами может обойтись в среднем от 200 до 500 тысяч рублей. На всю модернизацию придется потратить больше 18 миллионов. В бюджете Архангельска сейчас на это средств нет, поэтому переоборудование городских электрорегулировщиков будет идти поэтапно. Олеся Кокина, Архангельское телевидение. А сейчас о том, какие темы и события волновали жители региона на уходящей неделе. Главное событие недели, конечно же, празднование Дня Победы. Неприветливая погода, которая до сих пор царит в нашем регионе, не помешала отметить главный праздник весны весело и масштабно. Парады, митинги, торжественное возложение цветов к памятным местам. Все прошло красиво, пафосно, как должно быть. А еще спортивные рекорды в честь Дня Победы, выступления артистов на уличной сцене, угощения ветеранов кашей с тушенкой из полевой кухни, праздничные салюты. Но ключевой момент празднования 9 мая в наши дни – это шествие Бессмертного полка. Он гордо прошагал по всем муниципальным образованиям Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 40 тысяч человек в первом случае и 8 тысяч во втором. В столице региона, по последним данным, в ряды Бессмертного полка встало 15 тысяч человек. Было 20 колонн, например, медицинская рота, и впервые в этом году международная рота участников северных конвоев. Их фотоизображения несли курсанты Морского института имени капитана Воронина. А в Вельске в преддверии Дня Победы в 15-й раз прошла патриотическая акция «Автопробег молодежь ветеранам». Суть ее проста. Группа активной творческой молодежи едет по деревням района, возлагает цветы к памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, а затем дает концерты в сельских клубах и ДК. «Автопробег» давно стал доброй традицией. Приезда ребят ждут, к ним готовятся. Так было и в этом году. Еще одно заметное событие первой декады мая в Архангельске – 72-я майская эстафета. К ней серьезно готовились и спортсмены, и организаторы. В результате все получилось. На старты вышло рекордное количество участников – более 2000 человек, 212 команд. Состязательный дух поддерживали бодрые песни из динамиков и напутствие первых лиц города и области. Так что холодный ветер, около нулевые температурные отметки и положенные дистанции бегуны преодолевали стойко. Дошколята, школьники, студенты. Лидеры в каждой группе выявлены и награждены. В Новодвинске на этой неделе внимание родителей было приковано к открытому областному турниру по флорболу «Волшебная клюшка». Его участники – пять лучших команд воспитанников детских садов из Новодвинска, Северодвинска и Архангельска. Одной из самых интересных игр в серии стала последняя встреча между Новодвинской двиной и Архангельской барракудой. Дети по очереди проводили жесткие атаки ворот противника. Но в середине игры новодвинцы взяли инициативу в свои руки и начали забивать голы один за другим. К концу первого тайма счет 6-2 в пользу двины. За второй тайм еще шесть мячей в воротах барракуды. Это было красиво. Однако в сумме очков за турнир Новодвинская двина заняла четвертое место. Золото увезли с собой дошколята из Архангельской искры. А Котлас на этой неделе гордится достижениями своей девушки-стрелка Елизаветы Абрамовой. Она отлично проявила себя на областных соревнованиях по пулевой стрельбе. Соперниками Лизы были три десятка спортсменов-разрядников из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Приморского, Плесецкого и Устьянского районов. Но воспитанница котловского тренера Владимира Топорова Елизавета Абрамова вошла в призовую тройку. Это заметный результат, поскольку стрельбой девушка занимается всего два года. Коряжма протестует против закрытия родильного отделения в городской больнице. Информация о возможной реорганизации учреждения появилась в соцсетях и начала бурно обсуждаться. В продолжении дискуссии – митинг протеста, на который коряжемцы вышли целыми семьями. Их поддержали некоторые депутаты и общественники. Горячие выступления митингующих, красноречивые лозунги – все это говорит о том, что жители почти сорокатысячного города не понимают, как они останутся без собственного родильного отделения, когда беременным женщинам придется ездить рожать в Котлас за 40 километров. Под резолюцией подписались 617 человек. Подписные листы отправлены главе региона Игорю Орлову и полпреду по северо-западному округу Владимиру Иивлеву. Северодвинская звездочка на этой неделе представила миру новое океанографическое судно «Академик Александров». В торжественной обстановке состоялся вывод корабля из Элинга. Предназначен красавец усиленного ледового класса для проведения морских исследований, поисково-спасательных операций, дно углубительных работ, буксировки, транспортировки военной техники. А еще «Академик Александров» может поднимать затонувшие морские объекты, в том числе представляющие экологическую опасность. Судно строится по заказу Министерства обороны России. Закладка состоялась в декабре 2012-го. Передача заказчику после ходовых испытаний запланирована на конец 2018-го года. А сейчас к теме, которая звучала на уходящей неделе самых высоких трибун, обсуждалась на международном уровне, но имеет очень близкое отношение именно к нашему региону. 10 и 11 мая на Аляске прошла встреча министров иностранных дел стран-членов Арктического совета, в которые входят Россия, США, Канада, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия и Дания. На пресс-конференции по итогам пленарного заседания Арктического совета глава МИД России Сергей Лавров отметил, что одной из целей этой встречи было одобрение министрами всех восьми стран декларации, подтверждающей общую приверженность мирному развитию Арктики, взаимовыгодному сотрудничеству с упором на природоохранную деятельность. Также подчеркивается важность выработки совместных шагов по адаптации к изменениям климата. Это перекликается с той задачей, которая была сформулирована президентом Путиным не так давно в Архангельске на форуме Арктика территории диалога. Мы подтвердили наш настрой на то, чтобы решать все проблемы, которые в Арктике могут возникать через политические переговоры в полном соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года. По итогам встречи страны подписали межправительственное соглашение по укреплению научного сотрудничества в Арктике. Все знают, что Арктика не до конца изученный регион мира, может быть наименее изученный. И особенно в контексте задач по охране природы, задач по адаптации к изменению климата, налаживание регулярного системного обмена между учеными восьми государств является очень важной задачей. И для того, чтобы сочетать возможности экономического развития с охраной окружающей среды, и, конечно же, обеспечивать развитие и удовлетворение нужд, улучшение условий жизни коренных народов Крайнего и Севера, ну и всего населения этого региона. Эту тему обсудим вместе со Львом Левитом, представителем губернатора Архангельской области по развитию Арктики. Он сегодня в нашей студии. Лев Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Арктического совета говорил про исключительно мирное развитие Арктики. Как пишут СМИ, таким образом глава МИД еще раз донес до зарубежных коллег мнение президента России, слово в слово, подтвердив его высказывание от 30 марта, которое прозвучало здесь в Архангельске на Международном арктическом форуме. Получается, повестка форума, который прошел в Архангельске, не зря прошла? Форум сыграл огромную роль в развитии Арктики как для нашей страны, так и для мирового сообщества. Те тезисы, которые сформулировал президент, получают свое дальнейшее развитие. Мы видим, буквально несколько дней назад Сергей Викторович Лавров рассказал, как будет развиваться наша деятельность. Каковы итоги министерской встречи Арктического совета? Я напомню, что Арктический совет собирается один раз в два года на уровне министра. Если на Аляске было 8 стран-членов совета, то в Архангельске присутствовало 9 министров иностранных дел. То есть это говорит о том, что помимо того, что страны регулярно обсуждают насущные вопросы взаимодействия в Арктике, проводятся еще и крупнейшие предприятия национального уровня, которые привлекают все мировое сообщество. И в Архангельске прошел этот форум, который показал, насколько велик интерес мира к Арктике именно в плане взаимодействия с Россией. Что решили на совещании в Фэрбэнксе, на встрече министра Арктического совета? Во-первых, была принята очередная декларация, где было сказано, что надо развивать сотрудничество в сфере связи, телекоммуникация, это очень важно, будет создана соответствующая рабочая группа, рабочий орган, который будет заниматься подготовкой возможного нового документа и какого-то практического взаимодействия. Ну и также были представлены доклады по биоразнообразию моря, далее по состоянию снега, льда и вечной мерзлоты в Арктике и ряд других документов. Самое важное, что произошло, это подписание международного соглашения об укреплении международного сотрудничества в Арктике в сфере науки. Для нас это очень важно, потому что у нас есть сильнейшая научная среда, научно-образовательная среда, это и Северно-Арктический федеральный университет, и Федеральный центр комплексного изучения Арктики, Российской академии наук. И эти организации будут самым непосредственным образом участвовать в реализации этой федеральной и международной повестки. Очень важно, чтобы вот эти вот все обсуждения, они не закончились только лишь на дискуссионных площадках. Главное, чтобы они ведь начали жить, решения начали жить, они, наверное, уже живут. Безусловно. И международные документы, и наша национальная стратегия развития деятельности в Арктике предусматривают вполне конкретные прикладные мероприятия. И как раз задача региона в том, чтобы их реализовать. У нас для этого есть все предпосылки. Мы находимся в привилегированном положении, в силу географии, в силу наших исторических особенностей. У нас очень сильная научная и образовательная среда. Мы, например, реализуем проект Арктический плавучий университет, который при организационном участии САФУ и Росгидромета, и при поддержке правительства Арктической области, он попал в программу «Года экологии». И вы знаете, в этом году, несколько дней назад, Швейцария стала стороной-наблюдателем Арктического совета, а САФУ уже берет швейцарскую делегацию в состав плавучего университета. То есть вот такое сотрудничество. Мы уже действуем на опережение. И надо понимать, что наше привилегированное положение требует постоянного внимания, потому что вот сейчас мы видим, как регионы Сибири, Урала активным образом ищут свое место в научном освоении Арктики. И образовательные организации проявляют самое большое внимание, самый пристальный интерес к работе в Арктике. Мы прилагаем со своей стороны все усилия, чтобы мобилизоваться. Вот САФУ предложила создать национальный арктический научно-образовательный консорциум. Это очень важно. Это позволит нам закрепить нашу лидирующую роль как раз по самым трендовым, приоритетным направлениям в Арктике. То есть задавать правила игры в какой-то мере? Правила игры задает президент Министерства иностранных дел правительства. Мы создаем условия для того, чтобы они реализовывались именно так, как хочет государство. В декларации, которая на Аляске была подписана, был сделан упор на сотрудничество в научной сфере и с акцентом на природоохранную деятельность. И я знаю, что буквально через несколько часов сегодня вы будете участвовать в церемонии отправки, как это назвать правильно, на землю Франции Иосифа судно из Архангельского порта. Оно доставит экологический десант на остров Грэмбелл. Расскажите подробнее, что это за экологический десант? Это очень важное событие для Архангельска и для страны в целом. И также оно гармонирует с тем, что сказал Сергей Викторович Лавров по экологической безопасности в Арктике. Уже несколько лет, с 2012 по 2015 год, первый этап прошел тогда, очистки арктических территорий, земли Франции Иосифа, которая является уникальной во многих отношениях. На ней расположены как уникальная флора и фауна, есть исторические и культурные объекты, которые требуют нашего пристального внимания. Государством поставлен приоритет очистки этих территорий от экологического ущерба прошлых лет. То есть это старая техника, бочки с топливом, которое было израсходовано, которое может при изменении климата, природных условий, может нанести реальный вред природе. Поэтому уже вывезено более 40 тысяч тонн этих бочек. Затем в 2016 году проводилась новая оценка, подведение итогов и начинается новый этап. И сейчас с Аламбальского терминала сегодня будет отправлено новое судно Андрея Усипова, которое доставит туда технику для работы, для сбора. Затем сделает еще несколько рейсов и будет последовательно вывозить, прессовать, вывозить бочки и оставшиеся нефтепродукты, которые там находятся, для утилизации в Архангельске. Это очень важная работа и не случайно она попала в программу Года экологии России. И вы скажете им напутственное слово? Безусловно. Сегодня, обязательно. Лев Владимирович, спасибо вам за разговор. Я напоминаю, что с нами сегодня в студии был Лев Левит, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики. Продолжаем. Налог на молодетность предложил ввести в Россию глава Института демографии и миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона о статусе многодетных семей. Как только об этой инициативе стало известно общественности, разразился скандал. Политики, чиновники и общественные деятели и журналисты заклеймили автора проекта и саму идею. Так, глава комитета Госдумы по делам семьи женщин и детей Тамара Плетнева отметила, что считает неправильным вводить налог на малодетность. Хотя члены комитета готовы рассмотреть этот законопроект, если он поступит. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле ничего не известно об инициативе по введению в стране налога на малодетность. Что же это за страшилка, выяснила Ирина Ившина. Из всей концепции закона о многодетных семьях, изложенной на шести страницах, широко обсуждался лишь незначительный абзац, аналоги на малодетность. Меж тем, авторы ее, коллектив Московского института демографии и миграции регионального развития, по большому счету попытались обратить внимание президента на глубокий демографический кризис. В России лишь 6,5% всех семей с детьми являются многодетными. И только увеличение этой цифры как минимум в 7 раз поможет к 2035 году хотя бы сохранить сегодняшнюю численность населения страны, говорится в концепции. Но это не академический, не научный институт, это вообще НКО, некоммерческая организация, которая действительно занимается какими-то исследованиями, но это, скажем так, я не уверен, что это основано на полноценных научных исследованиях. Над этим вариантом концепции специалисты работали три года, привлекались в том числе экономисты. И вот это вызывает удивление. Экономическая ситуация сложная, но среди предлагаемых мер по поддержке многодетных семей создание специализированных поселений, городков демографического будущего. А тем, кто не хочет жить в таких поселках, компенсация, возврат 20% ипотечного кредита за четвертого и каждого последующего ребенка. Кроме того, обязательный гонорар от государства – 25 тысяч в месяц, если в семье 3-4 ребенка, 45 тысяч за 5-7 детей, 100 тысяч, если детей 8 и больше. Платить за все будет государственный фонд. Пополнять его предлагается из федерального и регионального бюджетов, вновь введенного всеобщего налога в поддержку многодетности, а также специального налога на молодетность. Его размер авторы предлагают сделать символическим – 150 рублей. А платить обяжут бездетных и тех, у кого один или два ребенка. Я думаю, что сейчас нужны меры, направленные на поддержку и повышение статуса многодетных семей. Такая мера может, наоборот, обозлить других людей по отношению к многодетным семьям. У меня один ребенок, я все-таки еще молодой человек, и моя жена тоже молодая. Естественно, у нас еще может быть все впереди, но сейчас мы четко представляем себе, что один ребенок – это то оптимальное состояние нашей семьи, которое сейчас возможно. И понятное дело, что если будет введен налог на вот эту молодетность, это никак не сподвигнет нас к тому, чтобы мы быстро-быстро рожали 2-го, 3-го, 4-го и 5-го. Молодетные семьи возмущены концепцией. Многодетные очень осторожно в оценках. Общество не готово к ней. Я из чего такие выводы делаю? Потому что люди на улицах, когда видят нас, многодетную семью, часто спрашивают – все ваши? И раньше я просто с улыбкой отвечала – да, конечно, все мои. А теперь я задумываюсь, потому что иногда отвечают очень грубо и жалко детей, которые рядом находятся и все это слышат. Но при этом даже вполне обеспеченные многодетные семьи говорят о недостаточности существующей господдержки. Пока мы ее вообще не ощущаем. То есть у нас нет таких каких-то льгот или что-то, чтобы мы могли ее ощутить. Потому что мы не являемся малоимущими, поэтому мы… То есть для малоимущих, может быть, государство там что-то и больше делает. Но вообще этой поддержки мы не ощущаем. Многодетные семьи должны стать элитой российского общества, говорится в концепции. Но максимальную помощь будут получать лишь те, кто достойно воспитывает своих детей. Впрочем, судя по реакции общества, очередная попытка принять закон о многодетных семьях вновь потерпит фиаско. Мы стали 353-ми в тот момент, когда обратились за комментариями к автору концепции Юрию Купнову. Это председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции регионального развития. Он согласился ответить на наши вопросы, пока ехал с одной встречи на другую. Естественно, первый вопрос. Почему вообще заговорили о проблеме молодетности? Тренд на молодетность, к сожалению, это всемирные проблемы. Это чума 21 века. И во всех развитых странах фактически принудительная молодетность. Хотя в тех же США и Франции лучшая ситуация, чем у нас. И по большому счету это связано с изменением культурных установок. И с изменением вообще подхода к жизни как таковой. Если раньше количество детей ограничивалось внешними факторами. Голодом, холодом, соответственно, болезнями и так далее. То сейчас именно культурные установки играют решающую роль. И мы видим по молодежи, что она совсем по-другому относится. Если дело будет продолжаться таким образом, то у нас к концу столетия русских граждан России будет не более половины от нынешнего числа. Скорее всего, и меньше. Юрий Васильевич признался нам, что предполагал, что концепция вызовет негативные отзывы у чиновников и политиков. Но не думал, что настолько. Это скорее мера общественного порицания страны-государства и стимулирования. Но я просто опять не очень понимаю вообще замечания так называемых экспертов. И меня пугают депутаты наши и чиновники федеральные, которые, рассуждая на эту тему, они не знают, что у нас просто в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации четвертой частью статьи 218-й. У нас и так уже существуют вычеты из налога в пользу одного ребенка, двух, трех, по нарастающей. Соответственно, уже сегодня, по сути, взымается, только так не называется, налог на бездетность и молодец. Юрий Крупнов, оказалось, не витает в облаках. Он очень приземлен и вполне понимает, почему семьи не решаются на третьего ребенка, просто не могут себе это позволить. Очень хороший вопрос, потому что тут надо определиться. Либо мы себя считаем приговоренными навсегда к этой антидетской системе и антидетской инфраструктуре. Вы правы совершенно. Но либо надо менять эту социальную политику и менять экономическую политику, давать возможность, начиная с того, что там отцам семейства нормально зарабатывать достойно тяжелым, хорошим, качественным, профессиональным трудом. Но для этого нужны места занятости. То есть нужна новая индустриализация. Поэтому мы требуем прекратить рассматривать демографию как такое что-то социально какое-то там льготно-выплатное, а надо рассматривать демографию как основу новой индустриализации страны, регионального развития и новой социальной политики. Здесь вы правы. Это был Юрий Крупнов, автор проекта «Концепции о многодетных семьях и введении налога на малодетность». И те, кто воспитывает одного-двух детей, и смельчаки, поднимающие на ноги боль большое потомство, сейчас решают одну и ту же задачку – как наиболее грамотно организовать летний отдых своим чадом. Конечно, требования могут сильно отличаться. Абсолютное большинство придерживается двух критериев. Во-первых, чтобы цена путевки вместо оздоровления и отдыха соответствовала его качеству. А второе, чтобы уставшему от школьных будней человеку на летних каникулах было безопасно и интересно. Чтобы помочь родителям сориентироваться, мы снова пригласили к нам в студию Юлию Бессонову, руководителя туркомпании «Тревел Клуб». Юлия, доброе утро. В прошлый раз мы говорили с вами об обычных поездках к морю, в оздоровительные лагеря. Это вызвало определенный интерес у наших телезрителей. Мы получили отклики, я думаю, что вы тоже. И давайте сегодня продолжим эту тему. Наверное, повернем или развернем ее дальше. Наверное, существует и альтернативный отдых, детский отдых на летних каникулах. Обязательно существует альтернативный отдых в виде программы «Умные каникулы». Так, например, в последнее время растет большой интерес к профильным небольшим тематическим лагерям. Так появляются лагеря для любителей порешать задачки математические, для шахматистов, для лагеря по робототехнике, нанотехнологиями, исследовательские, экологические. Появился и работает уже очень успешно пять лет литературный лагерь «Дуб и кот», расположенный в Михайловском, на родине, Александра Сергеевича Пушкина, где ребята учатся писать стихи, эссе. С ними работают высококлассные специалисты, писатели, поэты, журналисты. А если ребенок занимается спортом, и есть какие-то специальные предложения для таких детей? Обязательно, потому что спортивный лагерь является важным событием в жизни и росте юного спортсмена, а также занимает важное место, на наш взгляд, в развитии детско-юношеского спорта. Поэтому мы должны поддерживать это направление всеми силами, которые имеем. Для выбора спортивного лагеря подыскиваются обязательно лагеря с соответствующей достойной инфраструктурой. Так, например, уже седьмой год лагерь «Жемчужное море», расположенный в Кабардинке, реализует отличную возможность организовать учебно-тренировочные сборы совместно с отдыхом. Лагерь имеет достойную, на наш взгляд, инфраструктуру. Это закрытый спортивный зал, тренажерный зал, профессиональные баскетбольные, волейбольные, футбольные площадки, скалодром, два бассейна. Этот лагерь особо популярен среди наших пловцов Архангельска, Северодвинска, Котласа, Мирного. Сюда съезжаются ребята, оттачивают свое мастерство в плавании, проводят совместные соревнования. И поверьте, что результат от проведения таких учебно-тренировочных сборов своими командами, он очевиден. Так, например, в прошлом году, в августе, наши ребята участвовали во всероссийском заплыве в Геленджикской бухте, в Морской миле и заняли все призовые места. Хорошо. А если ребенок занимается спортом уже не как любитель, а как профессионал? Может, для него что-то тоже есть такое специальное? Это еще наиболее интереснее. Тогда подыскиваются уже профессиональные площадки. Так, например, уже четвертый год волейбольные центры, расположенные в Анапе, в Витязево, на базе которого соревнуются женские и мужские сборные России, принимают наших юных волейболисток. Данный центр располагает, конечно, уникальными возможностями для проведения учебно-тренировочных сборов. Там и открытые профессиональные волейбольные площадки, закрытые залы с пляжным волейболом. Просто отличные условия, да? И у ребят также есть возможность плечом к плечу потрудиться с их кумирами, со звездами спорта, пообщаться. А у трениров, конечно же, есть возможность обменяться опытом именно вот с этими командами. И эффект тоже очевиден. Так в прошлом году, например, наши две юные волейболистки заняли второе место в первенстве России, заметьте, по пляжному волейболу. Вот что значит общение, да, с профи получилось? Это необходимо обязательно. Хорошо. А вот скажем так, кровическое направление, оно как-то реализуется сегодня? Есть предложение? Оно реализуется, но, к сожалению, не в таком большом количестве. Хотелось бы, конечно, больше... То есть спроса нет? Или просто, может, информации не хватает? Я думаю, что необходимо доработать просто эти направления. Но все равно кровеческие путешествия существуют, исследовательские мы так их называем. Ребята путешествуют на Соловецкие острова, в Пинежские заповедники, в Кенозерский национальный парк. Все равно проводится очень много работы. Образовательные туры за границу, вот о них многие знают, слышали, кто-то уже ездит. Как вы их организуете и какие отзывы получаете? Великолепные отзывы. Большой популярностью пользуются вот эти образовательные туры в англоязычные страны. В Англию, Ирландию, Шотландию, Америку, Канаду. Эти образовательные туры сориентированы для ребят, желающих изучать и совершенствовать свой язык. Ребята живут в семье, в англоязычной, со сверстниками из других стран, Франции, Швеции, знакомятся с бытом, укладом английской семьи. Они вынуждены каждый день общаться, вставая утром, ложась спать на английском языке. Таким образом, эффект от образовательных туров также очевиден. У ребят исчезает языковой барьер. Они правильно и грамотно начинают использовать все свои знания английского языка. Также ребята знакомятся с культурой и традициями данных стран, куда они путешествуют. В первой половине дня у ребят проходят интерактивные занятия в виде игр, обсуждений, просмотров с фильмов в этих интернациональных группах в языковых школах. Во второй половине дня у ребят организуются экскурсионные небольшие программы в центре города, спортивные мероприятия, развлекательные, какие-то проектные работы, дискотеки. Все это проходит вместе не только русские с русскими, но и с французами, англичанами, шведами, китайцами. Такое сообщество очень интересное с верстников. А в выходные дни, конечно же, организуются выезды в Лондон, в Оксфорд, в Саратово-Апон-Эйванд. То есть ребята знакомятся. Ну и хотелось бы сказать, что образовательные туры необходимы. Они дают очень много для развития, во-первых, языка и также для формирования ценностных ориентиров. После разговора с родителями, после данных поездок, мы всегда обменяемся впечатлением, что мы достигли этой поездки. У ребят формируются ценности, формируются отношения к жизни. Они думают, анализируют, сравнивают. Хочется попасть в Европу, да? Поработать и поучиться. Хочется, да. А может быть перенести опыт из Европы к нам в Россию. Таким образом формируются отношения к жизни, к учебе, к семье, к обществу. У вас просто горят глаза, Юля, когда вы об этом рассказываете. Видно, что вы очень любите своё дело. Вот обычно, что говорят те, кто приходят к вам за путёвкой, потом, например, съездили, возвращаются? Что говорят? Хотят ли снова куда-то поехать? То есть бывают повторные обращения? Обязательно. Благодарят. Говорят спасибо. Ну, если есть какие-то замечания, мы всегда готовы их исправить. Вот. Ну, и всегда появляется, возвращается к нам снова и задают, а что у вас есть ещё новенького? И у вас всегда что-то находится. Мы стараемся. Вы обещаете, что на следующий сезон тоже что-то новенькое подготовите? Я думаю, мы удивим. Спасибо. С нами в это утро была Юлия Бессонова, генеральный директор тур-компании Травел Клуб. И в продолжении темы следующий материал. В этом оздоровительном лагере у мальчиков пробуждают лучшие мужские качества и закаляют характер будущих защитников. И это тоже прекрасный вариант организации тематического летнего отдыха. Как мальчишкам почувствовать себя взрослыми? Можно так. Но родители, скорее всего, охотнее согласятся на этот вариант. Оружие в руках Вадима, разумеется, не боевое. Но скорость, с которой парень собирает и разбирает его, всё равно ошеломляет. А ещё мальчик умеет грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, обладает строевой подготовкой, способен из лазерного или пневматического оружия с расстояния в несколько метров попасть в яблочко. Мои ребята, 22 секунды разборка-сборка. Хотите попробовать? Это почти нереально. Я делаю 27. Каждый год в самой известной регионе палаточный лагерь «Архангел» набирает пять смен мальчишек от 8 до 18 лет. Отбирают сильных духом. Если физическую подготовку можно подтянуть, внутренний стержень либо заложен родителями, либо нет. А дальше – езда на квадроциклах, стрельба из автомата и пистолета, прохождение полосы препятствий и сладкий сон, как только голова доносится до подушки. Там очень интересно. Там встаешь, делаешь зарядку, потом сразу идешь, например, стрелять из пневматического оружия, ездить на трициклах, на квадроциклах. И, кстати, несмотря на походный режим, выйти из лагеря или попасть в него без ведома вожатых невозможно. Безопасность парней гарантируется на 100%. Случайных педагогов в лагере нет. Все они – сертифицированные специалисты, которые прошли армейскую подготовку и профобучение. И самое главное – каждый из них хочет воспитать в мальчишках мужчин. С этого года планируется запускать программу «Зарница.Про», в которой ребята почувствуют себя в роли выживающих. Это такой краткий курс выживания. Если ребята будут выезжать в лес на сутки, будут учиться спортивному ориентированию, как разбить лагерь и многое другое. Помимо военной подготовки, детей возят в музеи и культурно-историческим местам, учат уважать историю родного края. Смена длится 12 дней, и многие из ребят, однажды побывав в Архангеле, на следующее лето снова делают выбор в его пользу. Ирина Ившина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. И еще к одной важной теме. Даже не недели, а месяца. 16 мая все мы будем отмечать столетие областной газеты «Правда Севера». На ее страницах запечатлена целая эпоха жизни Архангельской области. Сотни судеб, тысячи больших и маленьких достижений. И сама газета стала достижением региона. Не прекращала выходить даже в самые тяжелые военные годы. И в честь 50-летия была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Кто бы что ни говорил, но столетний юбилей газеты – это общий праздник, на который приглашаются все, кто читал и читает «Правду Севера». Мой новый гость в это утро – Денис Горин, главный редактор холдинга АТК «Медиа» и главный редактор газеты «Правда Севера». Денис Валерьевич, доброе утро. Доброе утро, Светлана. «Правда Севера» – это бренд Архангельской области, это бренд нашего холдинга АТК «Медиа», и это издание с вековой историей, но все это все-таки прошлые заслуги, да? Это в прошлом. А есть у газеты день сегодняшний? Каким вы видите его? Конечно, есть. Газета живет, и это, наверное, самое главное сейчас, потому что в современных средствах массовой информации газеты являются одним из самых сложных продуктов. Если сайты, они не требуют большой команды, большого производства, их можно делать малыми усилиями, фактически сидя дома, то газета, несмотря на то, что меняются технологии, она все равно остается продуктом коллективным, и она требует очень серьезного подхода. И самое главное, у издателя газеты всегда очень большая ответственность, потому что если тот же сайт, можно написать 10 новостей в день, можно написать 3 новости в день, и никто не пострадает в принципе, ну, может быть, упадет немножко читательская аудитория, то у газеты возможности не выйти в конкретный день, в конкретный месяц нет. Это все будет обманом аудитории, это будет обманом подписчика, и поэтому газета должна быть очень стабильной, очень серьезной и на перспективу настроенной. Поэтому нашу газету «Правду Севера» мы точно так же и рассматриваем, как серьезный, стабильный продукт. И делаем все, чтобы она выходила не сиюминутно, не эту неделю, не этот месяц, а чтобы история длилась годы и годы. Вот этим, собственно, сейчас и занимаемся. Буквально через два дня, 16 мая, в областном театре драмы будет большое торжество, посвященное как раз вековому юбилею газеты. И мы приглашаем читателей, мы приглашаем всех тех, кто когда-либо работал или работает в газете, туда на этот вечер будут, наверное, и высокие гости. Естественно, вы, как главный редактор холдинга, главный редактор издания, знаете все тонкости того, как будет организована программа вечера. Давайте сейчас немножко, может, расскажем, что-то приоткроем. Ну, все тайны я открывать не буду, но скажу только, что программу мы действительно готовим очень необычную. Она настроенческая, она должна сформировать, ну, начну, вернее, вот с чего, с аудитории, кто придет. Правильно сказали, будут высокие гости, но прежде всего нашими гостями будут ветераны. Это люди, которые работали в этой газете, а ведь у нее столетняя история, за это время очень большой коллектив там поработал, ну, и коллективы раньше были больше, чем сейчас в газетах. Поэтому главные наши гости — это ветераны. Потом это те работники, которые сейчас работают и в холдинге, и в газете. Далее это наши коллеги-журналисты, ну, и вип-персоны, гости, те, кто хотят поздравить издания, кто сотрудничает с ним, кто становится героем публикаций и так далее. Много таких вот вип-гостей, которые хотят поздравить, действительно. Я думаю, что... Крепетно относятся к газете. Я думаю, что их будет очень много, потому что газета со столетним багажом за спиной не может не собрать вокруг себя такую вот аудиторию преданную, которая читает ее, несмотря ни на что. Даже ведь когда был достаточно сложный период у «Правды Севера», и она прекратила выпуск ненадолго, звонки не прекращались. Вот весь этот период люди звонили в редакцию. Звонили, во-первых, те, кто был обижен с точки зрения того, что они были подписчиками, и газета не выходила. Но звонили и те, кто поддерживал издание, кто переживал, кто хотел, чтобы она выходила дальше. И это были как простые люди, так и весьма известные персоны, влиятельные персоны. Вот всех их мы ждем у себя на юбилейных мероприятиях. Подготовили достаточно интересную программу. Но самое главное, она будет посвящена как прошлому, так и будущему газеты. И мы вот через ретроспективу, через вот этот взгляд от прошлого к будущему хотим показать, что это газета, которая живет, и что у нее есть будущее, и что она будет выходить и далее. Ну а всякие фишечки, конечно, будут. И я думаю, что удивить наших гостей мы сможем. Одним из таких нюансов будет, например, льготная подписка на газету. Прямо там будет проводиться? Да, прямо там, прямо на месте можно будет подписаться на газету на льготных условиях. И мы хотим, чтобы люди этим воспользовались и подписались. Кроме того, достаточно уникальная возможность вот этот юбилей поговорить с ветеранами газеты. А это ведь легендарные журналисты. Это люди, у которых имена на слуху не только на региональном, но и на федеральном уровне. И вот такие вот персоны вполне интересны как для коллег-журналистов, так и для простых людей, которые читали когда-то их публикации. А сейчас они увидят их вживую и смогут пообщаться, задать им вопросы. Вы уже немножко так слегка задели эту тему, но все-таки я хочу как-то на ней посерьезнее остановиться. Ну, наверное, вы знаете, что к празднованию юбилея, правда, Севера, есть некоторая неоднозначность, такое неоднозначное отношение. Конечно, все, безусловно, рады, что юбилей будет праздноваться, праздноваться широко в театре драмы. Но бытует мнение и такое, что вот как раз этим юбилеем, этим красивым, пышным торжеством в истории, правда, Севера будет поставлена жирная точка. И у газеты таким образом как бы будущего-то нет. Вот давайте сейчас прямо развеем вот эти домыслы. Это всегда, конечно, ну, нехватка информации, она как-то перерастает в какие-то слухи, сплетни и так далее. Давайте сейчас прямо, вот вы как главный редактор издания, главный редактор холдинга, скажите свое веское слово. Что будет дальше? Какой завтрашний день у газеты? Я бы сказал так, у газеты вообще точек не может быть, потому что газета, она всегда направлена, нацелена на перспективу. Сегодня вышел номер, уже готовится следующий. И это непрерывный конвейер, это всегда взгляд в будущее. Мы творим историю, фиксируем историю, но мы всегда направлены в будущее. И отталкиваясь от этого, я хочу сказать, что газета, конечно, будет жить. У нее нет другого варианта. Ее восстанавливали из пепла не для того, чтобы она дожила до 100-летнего юбилея и прекратила свое существование просто красивым таким финальным жестом. Нет, юбилей — это лишь возможность честовать, как я уже сказал, ветеранов, тех людей, которые работали в этом издании. Сказать им спасибо. Сказать им спасибо, безусловно. Это возможность зафиксировать вот этот вот возраст газеты, что 100 лет, но все-таки это век. Причем это век, это история не просто газеты, это история Архангельской области. Ведь сейчас издание хранится в Добрелюбской библиотеке в виде подшивок, подборок, и туда ходят люди, которые по этому изданию смотрят историю нашего края. И, безусловно, это очень важный вклад в область, которая в этом году исполняется 80 лет. А нам 100. Мы, как газета, немножко постарше даже Архангельской области. Но самое главное, что газета будет жить. Да, сегодня она выходит не 4 раза в месяц, как хотелось бы многим, а 2 раза в месяц. Но у этого есть определенные и очень существенные причины. И, как я уже сказал вначале, мы ведь подходим к изданию этой газеты очень ответственно. Мы рассматриваем ее как долгосрочную инвестицию. И мы хотим, чтобы эта газета жила и действовала бесперебойно. А для этого нужно, чтобы она очень прочно и твердо стояла на ногах. Ну, мы помним все вот эти такие прожекты, которые медийные были, с точкой АС, РЕН-ТВ, которые красиво вспыхнули, но быстро погасли. А здесь нужна стабильность. Абсолютно верно. Наша задача, чтобы эта газета не стала пиар-проектом. Это издание, это живое издание с коллективом. И это издание, которое пишет качественные журналистские тексты. И у этого издания срок жизни должен быть не чей-то срок, не период предвыборных кампаний и так далее. Это издание, которое должно жить. Оно прожило уже сто лет и должно жить дальше. Вот для этого мы очень трепетно и бережно подходим к экономике газеты. А экономика сегодня в рыночных отношениях строится на чем? В том числе и на рекламе. Исходя из экономических предпосылок, мы выбрали пока оптимальную модель ее распространения. Это два раза в месяц. Мы всерьез рассматриваем переход на еженедельный выход. Для нас это будет очень серьезным шагом. И мы этот шаг обязательно сделаем. Я не готов пока сказать, будет ли этот шаг сделан, допустим, во втором полугодии 2017 года. Но я уверен, что он будет сделан абсолютно точно. Но тут еще есть такой нюанс. Газета сегодня выходит тиражом 20 тысяч экземпляров. Это крупнейший тираж в Архангельской области для периодики. И ведь мало выпустить газету. Ее ведь еще нужно доставить до адресата. Мы все помним истории, когда разные здания находили в Архангельске и так далее в ненадлежащем состоянии, просто сваленные пачками. Бывало, что в муниципалитетах газета не доходила до своего читателя, просто потому, что система распространения не была выстроена. Вот мы подходим к делу таким образом, чтобы газета читателя своего находила всегда. И в этом, кстати, нам очень сильно помогают районные газеты, которые в партнерстве с нами помогают «Правду Севера» распространять по всей Архангельской области. И в этом, кстати, главная фишка газеты. Это газета не Архангельская, не Северодвинская, не Новодвинская. Это газета Архангельской области. Поэтому переход ее на еженедельный формат будет очень взвешенным. Мы оценим экономику, мы оценим рекламные возможности, мы просчитаем всю логистику и сделаем так, чтобы газета действительно перешла на еженедельный формат и действительно доставлялась каждому читателю. Планы на подписку, на рост подписки тоже есть? Безусловно. Подписная кампания идет. Я уже сказал об этом, будем подписывать прямо во время юбилея. Кроме того, мы подписываем людей как на почте, так и посредством онлайн-подписки на сайте. Это, кстати, очень удобно. Я сам лично подписал своих родственников, зайдя на сайт правдосевера.ру в соответствующий раздел. Заняло это у меня 5 минут. Это очень просто, очень удобно. Для этого просто нужно потратить это время и зайти на онлайн-ресурс. Денис Валерьевич, спасибо за разговор. Спасибо, Светлана. А я напоминаю, что с нами в это утро был Денис Горин, главный редактор газеты «Правда Севера» и главный редактор холдинга «АТК-Медия». Сразу после окончания итоговой программы смотрите свежий пятый выпуск нового телевизионного проекта «Наша главная газета», посвященного столетию «Правда Севера». Новый герой – Альберт Иванович Новоселов. Приятного просмотра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...